Всем доброе-доброе утро! Сегодня 8 августа и мы продолжаем заново знакомиться с городом, в котором не были год. Сейчас мы идем в супермаркет. В супермаркет! Привет, чуваки! Мы такие крутые! И мы с вами на связи! Идем в супермаркет за кошачьим кормом, потому что зоомагазин почему-то вчера был закрыт. Вернее, он работал до 7 часов. Из последних новостей удивлена была мега разразившаяся критика, что я в 40-градусную жару с ребенком поперлась в развлекательный центр. Я не знаю. Во-первых, я нигде не сказала, что я поперлась с ребенком. Ребенок с папой был дома. Я поехала одна. Во-вторых, ничего страшного в том, чтобы в жару поехать в ТРЦ я не вижу, потому что людей было много, и это логично. В жару на солнце ты не погуляешь особо. В ТРЦ работают кондиционеры, есть кинотеатры, кафе, можно походить по магазинам. Поэтому все логично. Я сказала просто о том, что на улицах было мало людей. И вы мне сделали вполне адекватные замечания, что жарко и что большинство на безлюдовке. Хотя, если честно, для меня в 40-градусную жару ехать на пекло на озеро, вот это тоже непонятно. Я лучше погуляю по ТРЦ. Наконец-то, наконец-то мы нашли место, где гуляют детки, где нам есть компания. Я уже познакомилась с мамочкой. Мамочка сама ко мне подошла, предложила дружбу. Мама оказалась педиатром детским. Выгодное знакомство, да? Мальчик у нее такого же возраста, как Аня, на две недели старше. Что не совсем удобно. У нас не сходятся графики. Они вообще встают в 5 утра. И у них время бодрствования максимум 3 часа. Мы встаем плюс-минус пол седьмого. И у нас время бодрствования 4 с половиной. То есть, вечером мы выходим... Мы сильнее, чем они. Да. Мы выходим только всем гулять. Они всем ложатся спать. Но утром пытаемся пересечься. Пока мы не ходили к педиатру, не заключили декларацию. Хотя надо. И сказали, что реально кефирчик и творожок на детской кухне для всех сейчас бесплатный. Вот так. Ну и потихоньку, дай бог, доедем мы до деревни. Сегодня я хочу зайти в Агромол. Кто не знает, Агромол это харьковский производитель молочной продукции. И купить... Ага. И купить козье молочко. И попробовать ей дать разведенное. Кстати, по поводу козьи опять мнения не сходятся. Где пишут, что его можно с полугода. Нам педиатр говорила, что до двух лет лучше не давать. Вот с Сашей разговаривала педиатром. Она сказала, если вы кисломолочку... Вот и Агромол поехал. Наше козье молочко повез. Если вы кисломолочку дали, то можете давать и козье. Только с аккуратностью. Ну и вечером, дай бог, покажу вам парк, в котором мы гуляем. Смотри, какая киса нарисована и собачка, да? Вот чикен, да? Нет, чикен. Ливер, во. Вот ливер есть. А ливер возьму. Сейчас я тебе давай еще день. Ага, все. Для кошки купили корма. Цены дороже, чем в сумах. Реально дороже. Мы купили наполнители корма. Мы отдали... Сколько мы отдали? 300... 400 гривен. Ну, 400 гривен. Это мы только для кошечки купили. Сейчас попробуем купить себе мясо. Цены... Даже я, которая, в принципе, не сильно экономная, меня цены не всегда шокируют. Здесь меня не шокируют. Намного дороже все. Алло. Не будет, да? Хотя казалось бы, да? Принцентовой город, доходы ниже. Но, например, свинину я смотрела в этом супермаркете. Она... Да, идем. 230 гривен. Ну, как идешь? Ну, мясной же мы хотели. А, ну, пошли туда. Сейчас зайдем в мясо, посмотрим в специализированном мясном магазине. Пандус для колясок. Мы пытались ехать. Он сделан, я не знаю, для чего, но не для колясок. И сало с ними. В итоге я купила килограмм свинины, небольшой кусочек сала и 200 грамм буквально индюшатины. Попробую отварить ей дать за все 360 гривен. То есть, ничего не покупая, вот мы спустили буквально почти тысячу. Сейчас купим молока и все. Тысяча гривен. Бабушка вчера, бабушка нас пытается подкармливать, потому что знает, как тяжело. Вчера привозила нам борщ. Аня готовила суп с индюшатиной. Думала, что она будет есть, а то вдруг я не так готовлю. Но этим супом пошли. Кто-то плевался. Ничего не изменилось. Ну и котлеток нам с гречкой привезли. Так, ну и мы увидели агромол здесь. Слава богу, нам не придется идти через весь район в другой конец. Главное, чтобы здесь было молоко. И кто там говорил, что в Харькове кто-то, может быть, будет поспокойно и сидеть в коляске. Во! Во! Видите, это так называется. Никто в коляске не сидит и сосками бросается. Следующие наши покупки. Литр молока козьего, литр молока такого и 300 грамм творога 140 гривен. Все. Пустой кошелек. Идем домой. А еще мы идем первый раз по-педвесному. Боже, аж от страха язык заплетается. Вить, ну не тряси. Иди. Честно, стрёмно. С ребенком еще снимаю. Но сейчас Виктор Владимирович с коляской проедет. Потом я поеду. Смотрите, какая у нас природа тоже рядом. Красиво, красиво. Да. Наша Харьковская речка, родная. Идете прямо через Хелст? Ну вот, прямо пошли. А, ну все, там больше... А мы хлеба не взяли. Слышите, вот мы все купили, а хлеба не взяли. Твою ж медь. Да. Ну а что? Вот так. Йогурти, йогурти. Ой.